МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня вторник, 13 февраля, в студии Светлана Звонарева. И Влад Портнов. И сегодня праздник у наших коллег-работников радио. В этот день, в 1946 году, Организация Объединенных Наций было создано радио ООН. Изначально предложение поступило от постоянной делегации Испании при ЮНЕСКО. И теперь каждый год 13 февраля во всем мире отмечается День радио. И мы не можем пройти мимо этого события. Всемирный день радио. Как его отмечают в Казани? Без рецепта. Несложная гимнастика против усталости глаз. Приятного аппетита! Готовим ризотто с морепродуктами. Наши коллеги с «Болго-радио» начали отмечать еще загодя. Ну а наш корреспондент Владимир Золотцев увидел, как умеет праздновать радиоведущие. А сейчас это увидите и вы. Радио 107.8. Казань. Без возрастных ограничений. Радио. Говорят, у радио не самые лучшие времена. Возможно, теперь в квартирах радиоточек не найдешь, зато в автомобилях, на дачах или просто в пути мы с удовольствием ищем приятную музыку на радиостанциях. Интересно было бы посмотреть, а что там, на другой стороне радиоприемника. Радио – это не телевидение. И те люди, которые сидят и вещают для нас по ту сторону радиоволн, остаются для нас полной загадкой. Вот сейчас мы как раз едем в то место, где радищики собрались, чтобы развлечься и развлечь нас. И теперь мы их увидим в лицо и познакомимся с ними. В преддверии Всемирного дня радио, да-да, 7 мая, его отмечают только в России, а во всем остальном мире – сегодня. Наши коллеги «Болгар-радиосы» устраивают настоящие праздники для своих слушателей. Вышло в народ «Болгар-радио» в лесопарке Лебяжье. Цель – познакомиться лично со своей аудиторией и вместе пропагандировать здоровый образ жизни. Лыжные гонки, горячий чай, вкусная губадья, шутки, игры, развлечения. Отличный план на выходной день. Наш девиз сегодня, что «Болгар-радиосы» согревает не только в эфире, но и в повседневной жизни. Мы стараемся быть вместе с нашими радиослушателями, всегда их поддерживать и согревать не только чаем, но и хорошим словом, хорошим настроением. Перетягивание каната – одна из самых популярных татарских забав на Сабантуе, вполне может стать достойным дополнением катания с горок. Но главное, чтобы настроение было хорошее. Ведь для чего, собственно, радио и живет? Чтобы поднимать нам настроение и рассказывать о событиях в окружающем мире. А теперь, в век цифровых технологий, радио уже не только можно слушать, но и смотреть. Нас смотрят онлайн-трансляцию в прямом эфире, мы проводим акции, нас можно увидеть именно в таких мероприятиях. У нас проводятся концерты ведущих, можно там увидеть. И вот не зря написано, у нас наш девиз, без Татарстана Бринча, это официальное исследование, что мы первые в Татарстане, нас слушают везде по республике. Участники таких акций не только танцуют, поют и играют, но могут передать близким привет в прямом эфире. А это всегда приятно, не правда ли? Ну а после таких насыщенных выходных на работу снова полными сил и с удовольствием. Ставить популярные мелодии, сообщать новости, общаться в прямом эфире со служителями, переключать кнопки. И это все сразу. Трудная, но потрясающе интересная работа у них, у радищиков. Итак, друзья, в продолжении музыкальной темы, в нашей студии гость. Это Эльмир Ямалов, ведущий утреннего шоу на радио Болгар, я бы даже сказал Болгар радио С, в ряду международного телевизионного конкурса молодых исполнителей Татар Мунгэ. Эльмир, привет, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. А я думала, вы не остановились. Я тут же танцевать начала. Продолжим рекламу. Эльмир, пока поздравляем, во-первых. С праздником, с профессиональным. Очень приятно, спасибо огромное, что позвали в эту студию. На самом деле, радио это такой труд, который не видно, в отличие от вашей профессии. Очень приятно. Но вас-то видно, мы об этом еще поговорим. Эльмир, сначала расскажи, пожалуйста, что лично для тебя радио? Да, и как ты туда попал? Как попало, это попозже. Мне кажется, интереснее все-таки общение с... Для меня радио это все-таки общение с нашими радиослушателями. Тем более, у нас сейчас есть очень много возможностей. Раньше, как мы приняли телефонную связь, сейчас всякие общедоступные социальные сети. Плюс у нас есть онлайн-трансляция, которым пользуются очень наши радиослушатели. Ну вот, кстати, про онлайн-трансляции. Практически наш коллега, ведущий у него шоу. Во сколько вы начинаете? До Нового года было чуть-чуть тяжеловато. Было в 6 часов утра. Ничего себе. В эфир уже, да. Сейчас с 7 до 10. Мы еще счастливчики. Да, коллеги, коллеги, давайте объединяемся рецептами, как проснуться. В 6 утра, значит, вставали вы... Вставали без 10. Просто надо не ложиться, я так думаю. Примерно так график. Мне кажется, у вас тоже самое. Но на самом деле, проснуться одно, нужно еще и позитивом делиться с радиослушателем. Мне кажется, это вот самое трудное, настроить самого себя на позитив, чтобы еще его и отдать. Да, с утра. Не случайно программа называется «Иртэнгэщэй». Утренний чай. Утренний чай. Ну, все правильно, все логично. Порция бодрости и энергии с утра пораньше. И чашечка чая. Трансляция на сайте Болгарадио.сэ. Телетрансляция, видеотрансляция. То есть вы тоже должны быть с утра нарядными, красивыми, улыбчивыми, потому что все это видно. Помимо того, что мы выходим в эфир в определенное время, у нас онлайн-трансляция никогда не останавливается. То есть мы не можем позволить себе что-то лишнее даже вне эфира. Поэтому приходится все контролировать. Но есть один момент, что вот радиослушатели говорят, это интереснее намного, чем эфир даже. Потому что это подноготное все видно, да? Да, вот когда вы в эфире, вы не видите ваших слушателей вообще, но представляете себе, с кем вы разговариваете, образ какой-то вообще, кто ваши слушатели? А да, до начала проекта, утренний чай, нам сказали, представьте своего радиослушателя. Мы не могли определиться в возрастном интервале, да, и все-таки мы для себя первые определили, что это те люди, которые просыпаются в 6 утра, в 7, кто-то в 8. И для них 8 часов, это очень рано еще. И нам нужно вот это все поймать и уловить, и настроить на позитив. Все-таки мы для себя характеризовали, что самое первое, это все-таки люди, которые только-только просыпаются, которые хотят взять много-много позитива на весь день. То есть активные, активные слушатели, активная жизненная позиция. Смотри, смотри так, с утра они не очень активные, послушают утреннее шоу, становятся гораздо более активными, да? Я бы сказал что-то иначе. Как они слышат наш джингл, только Иртен Гащей, они сразу настраиваются, он вот, на хороший день, потом там ТНВ, там и так далее. Ну, на самом деле, вы делаете большое дело, скажу я. Конечно, конечно. Чтобы зарядить энергией, чтобы он потом мог ударно трудиться, ну или вообще совершать какие-то добрые дела. Правда, чистая правда. Видеотрансляция, как появилась эта идея, сейчас это довольно распространенная тенденция. Да, очень актуальная. По сравнению с некоторыми радио современного жанра, так можно сказать, они работают только в то время, когда работает эфир, то есть, когда выходят ведущие. У нас работает это круглосуточно, то есть, без никаких остановок, помимо технических сбоев, если, не дай бог, у кого-то интернет не работает, так допустим. На самом деле, эта уже система работает очень довольно давно, и она работает не только в нашем эфире, а, как повторюсь, что весь день. И у нас эмоции зашкаливают на том, что мы знаем, что за нами кто-то сидит, а за нами как минимум один человек сидит. Это моя мама, допустим. То есть, один слушатель как минимум уже есть. Это, конечно же, наши мамы, наши друзья, близкие. Эльмир, ну вот ты говоришь про зашкаливающие эмоции. Нам эмоции, Светлана, нельзя слишком ярко выражать, мы должны быть все-таки более поспокойными. А тебе мы даем право сейчас пожелать нашим зрителям доброго утра, пожелать хорошего дня со всеми эмоциями, которые у тебя есть, радийными, настоящими эмоциями. Для этого мне нужно встать, потому что мы радио единственное. Ну, давай, 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 да. У нас есть волшебный кран, на который ты можешь высказать свое пожелание. Я давай, все-таки я постараюсь сидя. Сидя, ну да. Хаир Лирте, доброе утро, всем хорошего, позитивного настроения, слушайте радио, смотрите ТНВ. Ну, что мы вообще тут делаем тогда, Влад? Пойдем уже. Пойдем, пойдем на рекламу, да, сейчас мы на рекламу отправимся. Эльмир Ямалов, друзья, спасибо большое, радиоведущий, музыкант, удачи. Сегодня эфир уже был или будет? Я еще, с эфира еще... С эфира еще на эфир, о, тогда желаем тоже энергии побольше. Удачного эфира. Посылаем лучи. Спасибо, и вам тоже самое. Хорошего дня, сейчас мы прервемся на короткую рекламу и продолжим, у нас много интересных тем впереди. И снова здравствуйте, ну а сейчас время узнать, что нам нашептали звезды. Итак, овны, не забывайте, что все ваши поступки должны иметь четкую цель, лишь тогда ваши энергии и профессиональный потенциал будут направлены в верное русло. Не становитесь деспотом для окружающих и себя. Угу, и лучшие перспективы сегодня у свободных тельцов, которые сами распоряжаются своим временем. В трудных ситуациях именно они неожиданно для себя откроют дополнительный шанс, например, найдут нового друга или возможность заработать. Близнецы, помните, что сегодня возможно все главное разглядеть перспективы и обращать внимание на подсказки судьбы. Это важно. Раки, в этот день вы не слишком работоспособны. Добившись одной цели, не беритесь тут же за другую. Львы, препятствия сегодня только подстегивают вас. Как настоящий лев, вы посчитаете ниже своего достоинства пасовать перед трудностями. Также вас поддержат друзья. Девы, не идите на опасный эксперимент над своими и чужими чувствами, если в глубине души, не готовой к революции, предпочли бы худой мир, доброй ссоре. Ну а мы продолжаем. И сейчас в нашей программе постоянная рубрика о здоровье. Женщина возрастом примерно за 45 лет или постоянно штудирующий учебники студент, водитель по 12 часов проводящий за рулем, для вас хорошая новость. Возможно, скоро вы больше никогда не будете плакать. Плохая же новость в том, что если захотите поплакать, то не сможете. Это самое страшное последствие синдрома сухого глаза. Глаза слезятся, сухость, жжение. И к концу рабочего дня зрение падает. То есть вот разнообразие жалоб. И в итоге, когда начинаешь смотреть, уже видишь, что зрение на самом деле падает. Там появляются минусы, которых у людей не было. Это просто усталость мышц. И потом еще один из признаков, то, что больной жалуется на сухость, это мы, когда работаем за компьютером, мы забываем моргать. Вообще человек в норме, просто обычный человек, когда не сидит за компьютером, он моргает около 20 раз, 18-20 раз. А когда мы сидим за компьютером, мы моргаем 4-5 раз. При синдроме сухого глаза, настоящей болезни цивилизации, развивающейся стремительными темпами, наши глаза недостаточно смачиваются слезой. Так что пока не поздно, сходите, проверьте зоркость ваших глаз. Самым злостным врагом зрения является компьютер. Пиксели на экране постоянно движутся. Мы этого не осознаем. Зато наши глаза замечают даже мелкие движения. И устают. Что же делать? Правило 20-20-20. 20 минут работаем, 20 секунд отдыхаем. То есть отвлечься на что-то, поморгать даже просто сидя. И это раз. Потом правило через каждый час делать хотя бы 5-10 минут на перерыв. Это тоже одно из правил достаточно хороших. Надо к этому себя приучить. Я понимаю, что это очень сложно, но здоровье важнее, я считаю. И активно пользоваться все-таки слеззаменителями. Итак, вот несколько полезных упражнений для глаз. Упражнение 1. Подойдите к окну и всмотритесь вдаль. Теперь зажмурьте глаза. Надо посмотреть в окно и, закрыв одним глаз, сосредоточиться на каком-то предмете. Упражнение 2. Несколько раз закрывайте поочередно один и другой глаз. Упражнение 3. Быстро моргайте. Затем еще раз и еще. Упражнение 4. Круговые движения глазами. Регулярно проверяйтесь у специалиста и следуйте его указаниям. Иначе неожиданно окажетесь в мире, где все вокруг будет размыто. Ну а мы продолжаем говорить о здоровье. У нас в студии Эльмира Беляева. Врач-невролог, остеопат, рефлексотерапевт, член Российской остеопатической ассоциации. Вот столько вот званий и регалий. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Эльмира Анваровна, сегодня мы с вами будем говорить о том, почему болит спина. Понятно, что причин может быть много. Давайте накидаем самые основные. Вы знаете, по статистике 85% населения страдает заболеванием позвоночника, так называемым остеохондрозом. Так, я сейчас сразу расправлю плечи. То есть практически каждому человеку знакомо это состояние, когда ноет спина, колет под ребром. И это самая частая причина обращения по листку нетрудоспособности. И мы понимаем, что это очень важная проблема. Раньше, конечно, это заболевание было после 40 лет, но в последнее время из-за современного ритма жизни это заболевание очень сильно помолодело. И даже так называемый остеохондроз позвоночника или осложнение межпозвонковой грыжи сейчас встречается даже в школьном возрасте, а иногда и дошкольном. Представляете, насколько помолодело это заболевание? Ну вот здесь чем? Школьный возраст примерно понятно, чем это можно объяснить, да? 11 лет дети сидят по 8 часов. Да, все-таки какая основная причина? Ну вы знаете, причин, конечно, много, но мы очень много работаем сейчас с вами. Мало двигаемся. Ну, положения всегда часто бывают вынужденные за компьютером в определенной позе длительной, неудобные, вынужденные подложения головы перед телефонами, гаджетами, даже у телевизора. Вот, поэтому, конечно, все это... То есть малоподвижный сидячий образ жизни. Да, к сожалению, да. Окей, тогда к вопросу, в лечении у остеопата какие есть возможности? Что вы можете сделать? И вообще, да, как... Что такое остеопат, вот скажем так, с этого начнем? Ну, вы знаете, вот задача остеопата, это при помощи специальных диагностических тестов найти самый напряженный участок в организме человека, то есть найти причину боли или заболевания. Причина заболевания, например, боль, причина заболевания может быть совсем не там, где болит, понимаете? Да, да, конечно. Вот это и есть задача остеопата. Например, у нас болит шея. Так. А когда-то давно мы с вами, там, мы упали на ягодицы, была травма копчика, у нас поболела и прошло, и мы забыли об этом. Но, там, эмоциональное, физическое перенапряжение вызывает обострение данного заболевания, но будет болеть не копчик, а шея, это компенсация. То есть срыв, компенсация. И вот задача остеопата найти эту причину и очень мягкими, безболезненными, безопасными методами и приемами устранить это. Угу. То есть это ищем, ищем, ищем источник, да? Да. Есть какие-то возможности профилактики, какие бы то ни было болезни спины, да, но если мы говорим сегодня про спину конкретно, как сделать так, чтобы наша спина не уставала, сидя в офисе? Да, может быть, какие-то упражнения нужно делать. Да, конечно, есть действительно какие-то упражнения, которые через какие-то определенные промежутки времени может человек делать и тем облегчать, тем самым облегчать состояние. Вот мое самое любимое упражнение, например, относится к грудному отделу позвоночника. Его, оно такое очень интересное. Надо сложить руки домиком, но это за спиной. Вот так. Домиком за спиной. Домиком за спиной. На пояснице, я так понимаю, да? Да, да, это вот так. Вы вверх делаете? Да, 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 да. Надо растягиваться. А у меня вверх не получается. Да, оно кажется очень простым, но и мы делаем круговые движения назад, но не плечами, как обычно, а вот этим отделом, грудиной. То есть мы делаем круговые движения грудным отделом, и это упражнение очень хорошо разгружает весь грудной отдел позвоночника, способствует оттоку крови от головы и насыщению кислородом всех органов и тканей. А вот, допустим, сидя за компьютером, вот у меня очень часто... Шея, спина. Да, да, вот что-то для спины можно? Вот эта часть, все время хочется как-то... Да, конечно. Есть это упражнения, которые растягивают шейный отдел позвоночника, трапециевидную мышцу. Тоже мы можем растянуть на вдохе и выдохе, и вперед на вдохе и выдохе. И этим самым мы облегчаем себе состояние. Ну, вспоминаю сразу школьные упражнения, да? Производственная гимнастика. Вернуть нужно. Да, да, да. Вернуть нужно на места производственную гимнастику. Ну что ж, совет, я думаю, сегодняшний день уже прошел, не зря мы получили замечательные советы. Да, вы смотрите, остеопатия – это глобальный метод оценки состояния организма, профилактики и лечения. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите быть здоровыми, бодрыми и счастливыми, обязательно посетить остеопаты. Вот такой вот совет замечательный. Ну и не засиживайтесь в одном и том же положении слишком долго. Да, движение – жизнь. Так что двигаться, двигаться, двигаться. Спасибо большое. Спасибо большое. Тема здоровья мы продолжим. Будьте здоровы. Да. Взаимно, спасибо. Ну, немножко в другом русле. В каком? Да, у нас сейчас рубрика «Приятного аппетита» и такой рецепт, что забудешь о любой диете, лишь однажды его увидев. Давайте посмотрим. Не очень здорово, да, но зато вкусно, наверное. Внимание. Для приготовления ризотто возьмите 250 граммов круглозерного риса, 1 литр рыбного бульона, небольшую луковицу, 2-3 зубчика чеснока, 400 граммов коктейля из морепродуктов, 150 граммов пармезана. Мелко нарежьте лук и обжарьте его до золотистого цвета. Добавьте в сковороду рис и жарьте до прозрачности. Добавьте часть бульона и каждый раз ждите, пока он впитается. Слегка обжарьте морепродукты и добавьте их к рису. Вылейте оставшийся бульон. Как только он впитается, положите сыр. Приятного аппетита! Ну вот позавтракали. Да, позавтракали рисом с рыбой. Отлично, отлично, почему бы и нет. Плохая новость для всех поклонников сериала «Секс в большом городе». Оказывается, исполнительница главных ролей Кэри и Саманта в реальной жизни вовсе не подруги. Об этом сообщила сама Ким на своей странице в интернете. Как утверждает актриса, сыгравшая Саманту, девушки сразу же начали дружить против нее. Не приглашали ее на вечеринки, отказывались снимать вместе с ней жилье, когда команда сериала выезжала из Нью-Йорка на съемки. Ну что же она сделала? Наверное, самая красивая была просто. Может быть, это я не знаю. Я знаю. С поклонницами дни. Значит, распускали про нее слухи. Говорили, что скандалит из-за гонораров и требует к себе особого отношения. На публике все эти годы актрисы старательно делали вид, что они в жизни лучшие подруги. Это же и любили. Кстати, говорят, что все-таки третий фильм о четырех модных жительницах Нью-Йорка будет снят, но, к сожалению, без Саманты. Да дружились-таки против нее. Ну, а у нас дальше рассказ о совсем другой дружбе женской, но настоящей. Такая бывает. Если бы можно было измерить счастье в единицах радости, тепла от встреч и множества приятных моментов, наши героини, безусловно, стали бы самыми счастливыми людьми. Впрочем, они таковые и есть. Они счастливы, что знакомы друг с другом и с наслаждением используют те минуты, когда появляется возможность встретиться и пообщаться. Ну, мы ищем любую возможность. Всегда, если мы узнаем, что близятся выходные или каникулы, когда я могу приехать, мы сразу списываемся и пытаемся как можно больше дней провести вместе. Сходить куда-то, может быть, в гости. Познакомившись в детском саду, они стали учиться в одном классе. За это время признались девушки нам, стали друг другу как родные. Вместе радовались успехам друг друга, помогали преодолевать трудности. И теперь, закончив школу, продолжают общаться. Правда, Аня сейчас живет и учится в Москве, но когда у нее выходные, они стремятся найти время для встречи. Я, скорее, ценю в Ангелине ее какую-то простоту. С ней всегда можно какие-то моменты прямо выяснить. То есть ты не чувствуешь, что она что-то утаивает, плохое какое-то мнение о тебе. Вот это я очень ценю в ней. Она всегда старается всем помочь каким-то образом. Всем прям. Нет у человека, которому она была бы прям так равнодушна. К Амиле мы ценим позитив, потому что в ней его всегда больше, чем во всех остальных. И это очень часто выручало, когда были какие-то ситуации безысходные, что ли. И она такая, да ладно, прорвемся. И прям очень здорово. Камила тот человек, которому ты всегда знаешь, ты можешь позвонить, ты можешь прийти. И Камила всегда тебя с радостью будет ждать, всегда с радостью помогать. Именно с радостью, без вздыханий. Вот. Именно верно и радостно. Ане я ценю прямолинейность. Она всегда, это человек, который в нашей компании всегда говорил вот честно, все, что он думает. То есть она тебе может указать на что-то, на какие-то твои проблемы, но при этом с любовью. Не так, что упрекает тебя в чем-то. Но когда она это говорит, ты понимаешь, что она хочет тебе помочь. А я Аню люблю за то, что она всегда живая. Ну то есть не помню таких моментов, когда, допустим, к ней приходишь, не разговариваешь, она такая говорит, что вот у меня в жизни ничего не происходит. Она всегда как будто бы в поиске в каком-то. Вот. У каждой из них свой путь, свои цели, но объединяет их огромное желание путешествовать. Совсем недавно Ангелина и Аня приехали из Израиля. Камила собирается в Америку. Аня скоро поедет во Францию, а Ангелина в Германию. Посмотреть весь мир, узнать много нового и интересного – заветная мечта каждой. Я счастлива, потому что жизнь не скучная, и у нас всегда есть возможность искать какие-то пути и находить много всего нового. Я счастлива, потому что меня окружают мои любимые люди, семья, друзья. И я считаю, что это самое счастье, которое может быть. Ну и, конечно же, то, что есть возможности ездить куда-то – это очень большое счастье. Я, наверное, счастлива, потому что я чувствую себя свободной, свободно выбирать то, чем я хочу заниматься, свободно ездить, путешествовать. Поэтому я рада, что еще столько возможностей впереди. И это действительно возможности, которые осуществимы. На вопрос о счастье каждый находит свой ответ. Камила, Ангелина и Аня уверены, что и счастье, когда рядом есть друзья. Будьте счастливы. Дружба – это хорошо, особенно когда она… А дружба между женщинами – это еще лучше. Это не только хорошо, но и исключение. И редко, да. Просто редко. Да, сейчас реклама небольшая, после этого мы продолжим. Оставайтесь на ТНВ. Здравствуйте, наша программа продолжается. Певица Риана ко дню Святого Валентина выпустила носки под названием «С холодным сердцем». Главное, чтобы не с холодными ногами. В линейку вошли три варианта – серые, бежевые и винные. Каждая модель украшена 12 брошками со стразами и жемчужинами из пластика. Стоит недешево – 125 долларов за пару. Ничего себе, тут уже их в квартире не скидаешь. Советы нашего стильного эксперта бесплатны, но гораздо более уместны в применении. Здравствуйте, с вами рубрика в стиле и ваш модный эксперт Селина Суфюлина. Мой слоган гласит «Быть в стиле – это просто». И это действительно так, если прикупить себе то, без чего не может обойтись ни одна модница. Сегодня поговорим об обязательных покупках текущего сезона для вас. Пуховик. И не просто пуховик, а современный и модный. А они, как правило, сейчас настолько оригинальны и разнообразны в своих фасонах и цветах, что лучший вариант теплой недорогой одежды не отыщешь. Среди модных коллекций, предлагаемых дизайнерами, каждая девушка сможет подобрать модели фасон по своему вкусу. Обращайте внимание на современные тренды – стильный фасон, качество дополнителя и затем уже на расцветку. В тренде этого и будущего сезона будут цвета красный, черный, хаки, беш. Помните, как в детстве мы носили цветные мелкие игрушки в маленьких поясных сумочках с милыми иллюстрациями и надписями? Так вот, усовершенствованный и модернизированный аналог таких поясных сумок в этом году – один из самых горячих, общепризнанных трендов. Шокированы? Не стоит. Вы обязательно влюбитесь в эту стильную и удобную сумку, если рискнете хоть раз выйти с ней на прогулку. Помимо образов в актуальном стиле спортшик, поясными сумками можно дополнять и нежные женственные образы с юбками и платьями. Идеальный и во многом универсальный сарафан стал предметом вдохновения для дизайнеров. Он очень комплементарный для фигуры и имиджа и во многом незаменимый вариант для по-настоящему стильных образов. Его можно сочетать со свитерами, футболками, водолазками, обыгрывая интересными колготками и верхней одеждой. Модный головной убор. Платки, шляпы, шапки, кепки – неважно. Стильный головной убор, который идет вам, будет создавать необычный образ. Многие модницы считают, что в холодные или дождливые месяцы сложно быть стильной, ведь зачастую приходится выбирать не только красивые, но и теплые вещи. Я же, в свою очередь, утверждаю, что быть стильной можно, даже имея в гардеробе одно и единственное пальто. Главное – правильно подобрать аксессуары. Именно поэтому в коллекции современной модницы должно быть как можно больше головных уборов. С вами была я, Селина Суфулина, и помните, быть в стиле – это просто. Насладиться красотой, добро пожаловать на наш сайт tnv.ru, там есть повторы всех наших программ. Ждем вас. Ну а пока совсем скоро в нашей студии окажутся гости очередные. Сейчас же наши юные эксперты расскажут, о чем они мечтают. Мы расскажем про наши мечты. Я мечтаю, когда вырасту, стать как мама. Я хочу, чтобы у меня был магазин, как у мамы, но я хочу, чтобы там продавались не только детские одежды, но и детские игрушки. И когда я сама стану хозяйкой магазина, я маме дам отдых, потому что я ее люблю. Моя маленькая мечта – чтобы у меня была жена. Но пока никто со мной не хочет жениться. Ну а если я буду заезжать, то все девчонки будут восторжены. А моя большая мечта – чтобы у меня был сын. Когда он вырос бы, то я бы его сводил на автошколу и научил бы на разной машине его кататься. И я бы его назвал Брюс или Джейсон. Моя маленькая мечта – это купить себе гироскутер и спиннеров. Спиннеров РАФАС 30 штук. А гироскутер, когда я потяжелею и буду летом я кататься. А большая моя мечта – это побывать в Дубае. И побывать в Новый год на разерном шоу ночью в Порш-Каливе. Посмотрите его еще. И еще просто в Дубае купить себе машину. И Парус. И жить в Парусе. Есть такой отель Парус. Его называют Люди Парус. А сам называется он «Семизвездочный отель». Там все золото. Итак, еще раз здравствуйте. В нашей студии Роман Алексеев, главный режиссер Марийского национального театра драмы имени Шкетана. И Светлана Строганова, народная артистка Республики Мариэл. Здравствуйте, доброе утро. Добро пожаловать в Казань. Так бы я начала наше общение. Давайте начнем с главного вопроса. Какие постановки к нам приходят? Мы покажем спектакль. Это музыкальная комедия «Тулар Ден Тулачи» «Сват и сваха». Это музыкальный спектакль нашего автора Николая Арбана. Он написан полвека назад, но мы его так адаптировали, осовременили. И достаточно такая интересная история театральная спередевания. Так, о чем речь? Мне уже название нравится. Сват и сваха. Молодые люди любят друг друга, но родители не могут их соединить. Да, какие-то перипетии. Классическая история. Да, есть друзья, которых мы называем «Сват и сваха», которые помогают им. То есть это положительные персонажи? Да, абсолютно. Ну хорошо, потому что я подумал, вдруг это Ромео и Джульетта, да, трагично все закончится. Нет, веселая история. Музыкальная, очень яркая комедия. Да, скажите, пожалуйста, это ваш первый приезд или вы в Казань достаточно часто наведаетесь? Это наш третий спектакль «Мы дружим с театром Хамала». Третий гастроли. Да, третий, обменный такой спектакль. Они привозили спектакли из Ингершали, Гали Абану. Мы представили тоже два спектакля. Вот каждый год это «Юмон Идер» и «Солика» – это наши тоже национальные такие спектакли. Как встречает вас публика? Замечательно. И кто ваши зрители? Наши зрители – это… Морийцы наши, да. То есть это диаспоры, вы для диаспоры, для своей, скажем так. Ну и ходят, конечно. Не только. Есть зрители, которые посещают театр «Акамала», которые любят театр «Акамала». Есть те, кто интересуется марийским именно театром, потому что мы все-таки национальный театр, мы играем на марийском языке. Исключительно? Да, исключительно на марийском языке, поскольку наша миссия такая. А перевод есть, да? Перевод есть. А, ну то есть это любой может прийти, в принципе, и послушать. Посмотреть. У нас спектакль, в принципе, есть и переводные, и зарубежная классика, и русская, и национальная драматургия. Ну все на нашем языке, просто на марийском языке. Хорошо. Жанр – это больше что-то классическое или это что-то такое новомодное, авангардное и нарушающее? Да, и вообще, что вы предпочитаете в репертуаре? Да у нас про классику или... Ну, мы экспериментируем, мы пробуем, мы ищем. Сегодня нужно как-то все-таки, ну, если мы говорим, что спектакль, пьеса написана давно, мы решили ее так, побольше света, побольше звука, побольше яркости и юмора туда добавить. Привнести что-то новой технологии. Да, все равно сегодняшний взгляд, он требует какой-то переоценки немножечко. Вот мне кажется, такой красочный спектакль получился. По возрасту, какое целевое теклое? Ну, мы говорим 12+, в принципе. А интересно, да, кому это будет интересно? Это будет молодежи интересная, у которых есть свахи, да, и сватья? Или это старшее поколение? Это вечная тема, которая интересна всем, да? Да, попадание в любой возраст. Очень музыкальный, я повторю, спектакль. Музыку написал наш композитор, знаменитый Сергей Маков. Но совсем недавно прошла такая череда мюзиклов на киноэкране. То есть это тоже своего рода мюзикл, наверное, да? Если музыкальная комедия, очень много музыки будет. Да, можно. Даня Ла Ла Лэнду, да? Возможно, да. Оттуда пошла эта тенденция. И еще один интересный вопрос. Как мне кажется, предыдущие два года, да, это третий год, два года были успешными, приезжаете в третий раз. Значит, приедете и в четвертый раз. Обязательно, мы надеемся. С чем можете приехать в четвертый раз? Какие есть еще творческие планы? Творческие планы, традиционный вопрос, да. Театр близится к своему столетию в девятнадцатом году, в следующем году. Нам будет сто лет. Поздравляем с грядущим праздником. Да, нам повезло быть современниками этого события. Мы готовимся, у нас очень такие знаковые должны быть постановки. Я думаю, что мы порадуем вас тоже. Будем ждать и надеемся тоже. Хорошо. Так, давайте еще раз повторим, как правильно по-марийски называется спектакль? Тулар Ден Тулаче. Тулар Ден Тулаче. Друзья марийцы и не только, русские татары и все, кто проживает здесь, добро пожаловать в Марийский театр. Будет интересно, мы обещаем? Да. Конечно. Ну а что еще интересного произойдет сегодня в Казани, нам расскажет Камила Хакимулина. Внимание. Всем привет, сегодня 13 февраля и с вами Камила Хакимулина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных и увлекательных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим. Мышеловка. Камерное пространство малой сцены погружает зрителя в атмосферу респектабельного английского детектива с его юмором, иронией, тонким психологическими деталями и скрытыми за джентльменским спокойствием страстями. Зритель невольно оказывается в увлеченном расследовании, итог которого у королевы-детектива Агаты Кристи всегда непредсказуем. Герой спектакля «Пришли» Накип оказался после войны в Канаде и начал жить с чистого листа. В небольшом городке он устроил некое подобие татарской деревни. Стал выращивать картошку, а вместо Хэллоуина справлять татарский сабантуй. Даже жену на татарский манер называют Джанан, душа моя, а не Джоанной. Но вскоре он узнает, что всем бывшим советским гражданам разрешено вернуться в СССР. Им больше ничего не грозит. Очень надеюсь, что вам понравятся эти спектакли. Но на этом еще не все. В нашей рубрике «Мероприятия» найдутся на любой вкус. Смотрим! Масленица в музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля. Под руководством веселого повара посетители сделают блинный торт. И оригинальный коктейль, состав которого определят сами. Приходите и насладитесь вкусными десертами в кругу близких. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока! Итак, планы на сегодняшний день есть. А для тех, кто пошел куда-то за пределы квартиры... Квартиры своей, да. А если вы остаетесь сегодня дома... Есть интересный, да, творческий маршрут. По каким-то причинам и дома, ТНВ вам предложит отличные, интересные программы, фильмы. И не только. Давайте посмотрим, что нас ожидает сегодня. Жизнь главной героини похожа на дурной сон. Костя! 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 Какие тайны скрывает мать Жени? А, Олег с вами? Так вот, передайте ему, что Женя уверена в его причастности к этому делу и не хочет слушать никаких доводов. С нетерпением жду информацию от вас. И к каким ошеломляющим выводам в своем расследовании придет роман. Сон как жизнь. Сегодня в 9.00. Самуил Маршак. Он известен нам как автор стихотворения «Дом, который построил Джек» и других произведений для детей. Но мало кто знает, что он еще и блестящий переводчик и создатель одного из первых в России театров для детей. «Рыцари вечности» сегодня в 13.15. О своей жизни в Качаловском театре, об учителях и любимых учениках. О судьбе, родителях и детях. Соотечественники. Народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер. Сегодня в 13.30. Ну а сейчас продолжение астропрогноза. Весы в этот день не стоит заключать в сделки, особенно под давлением или под влиянием импульса. Условия будут невыгодными. Скорпионы. Ваше самообладание и профессионализм в эти сутки проверяются на прочность. Будьте осторожны. Стрелец. Какой бы путь вы ни избрали, он позитивно отразится на вашей репутации, а ваш рейтинг в очередной раз резко взлетит вверх. Козерог. Велик риск больших перемен в доме, родственных и дружеских связях, внутрисемейных отношениях. К сожалению, сегодня многие козероги склонны преувеличивать проблемы и воспринимать их трагически, даже если неприятности, по сути, кратковременны. Бывают такие люди-паникеры. Все проходит. Все пропало, я потерял ручку. Водолеи в эти сутки вы можете отправиться в неожиданную поездку или на прогулку, связанную с каким-либо приятным поводом. Жизнь предлагает рыбам действовать по новому сценарию, причем безо всякой подготовки. Это не тот день, когда вас постоянно спасает интуиция или выручает счастливый случай. Наша программа подходит к концу, но сейчас мы узнаем погоду, потому что выходим на связь с нашим корреспондентом Даниором Кенджаевым. Даниор, не только про погоду, но еще что-нибудь интересненькое расскажите, пожалуйста. Как обычно. Привет, привет, ребят, всем здравствуйте, доброе утро. С утра пораньше я решил прогуляться по парку Петровой. Иду, бабулечка сидит, представляете? Ближе-то подхожу, а это не бабулечка, это девушка. Девушка, тебя как зовут? Василиса. А что с балалайкой? Только играешь? Еще и пою. Ну давай, спой нашим телезрителям, а я тебе потом о погоде сегодняшней расскажу. Хорошо. Давай. Ой, ты масленица, кривошейка, кривошейка, люли, кривошейка. Ууу. Дожидаем тебя хорошенько, хорошенько, люли, хорошенько. Ууу. Обровожать будем еще лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Ууу. Я, как и обещал, расскажу вам о погоде. А сегодня температура воздуха в Казани состоит минус 13, минус 16 градусов. Ночью заморозки до минус 20. Какой день идет масленица-то? Второй. Второй день масленицы. Готовьте блины и кушайте. У нас на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Пока, Даниор, спасибо тебе. Я думаю, Даниор до сих пор там сидит и на блины зарабатывает. Да-да-да, конечно. Что будет завтра интересного в нашей программе? Сейчас вы узнаете. Внимание. День Святого Валентина. Где и как его отмечать? В стиле. Каким должен быть макияж в молодом возрасте? Приятного аппетита. Рулет ко дню всех влюбленных. Это и многое-другое. Завтра в 8.10 на ТНВ. Программа «Здравствуйте». Будем рады вас насытить полезной информацией. Ну а сегодня радовались вместе с вами Влад Портнов, Светлана Звонарева. Хорошего дня. Удачи. Удачи. До встречи. Продолжение следует...